Друзья мои, сегодня мы будем с вами говорить о том, как матрица руководит, собственно говоря, человечеством. Учитывая тот факт, что после 30 лет мое мировоззрение очень сильно изменилось, да, и я вижу, что сам факт пребывания человека на Земле, да, ну вот, инкарнационно, то есть вот он родился, умер, да, это очень быстрое событие, поэтому придавать этому, может быть, такого большого значения человеку не стоит. Вот чему стоит придавать значение, это вопросам просветления. Если этого просветления нет, то, ну и понту никакого в этой жизни, значит, тоже нет. Но сегодня мы будем уже говорить о математике всего происходящего, то есть конкретным фактом. На данный момент в сети, а 30 лет тому назад, как вы понимаете, да, у меня была клиническая смерть, и у меня остановилась печень, и многие вещи я, так сказать, познавал абсолютно 30 лет тому назад. Но все то, чего я себе представлял, сейчас абсолютно спокойно, я как ребенок смотрю в Гугле, в Ютьюбе, я вижу все то, чего я, собственно, знал 30 лет тому назад. Но в чем прикол всего этого? На данный момент у меня выстроилось абсолютно точное видение того, как это все происходит. Без намеков на какие-то там свои желания продвинуть себя, я просто говорю вам то, что я чувствую, и то, что я понимаю. Итак, значит, естественно, Бог создал душу. Ну, Бог – это какая-то, видимо, более умная субстанция. Матрица уже, да, создала тело и вообще весь этот биогаджет. Ну, по сути дела, человек – это такой биологический компьютер. Со всеми признаками биологического компьютера, по причине того, что у него есть, в общем-то, тело, это биологическая машина, да, у него есть, соответственно, определенный процессор, вот. И есть программы, которые в него вложены. Ну, просто вложены, вот как в это самое. Это настолько примитивно, что не замечать это, может, только, я не знаю, ну, я не понимаю, почему люди этого не понимают. Если мы берем, в любом компьютере есть большое количество программ, да, под каждые нужды. Вот так же вложено в этот биогаджет, в человека. Потому что человек – это абсолютно искусственно выведенное, так сказать, животное. Как я иначе его не могу назвать. Это искусственно выведенное животное. Никакого отношения к сапиенсу он не имеет. Вот это вот человек разумный – это абсолютно смешно. Потому что вот горят высший разум. Нет, это не высший разум есть там, где-то наиболонопланетный, там просто разум. А здесь просто шизофрения. Вот. Ну, вот сегодня и несколько программ еще, да, мы будем заниматься вложенными программами. Ну, почему программа? Почему я говорю слово программа? Ну, только по одной простой причине, потому что она присутствует у всех. Давайте возьмем жадность. Вот жадность присутствует у всех, даже у меня. Я о ней говорю, что это жадность, что это патология, это ненормальное явление, да, но она все равно присутствует у меня. Или, например, похоть, половое влечение, да, я сколько угодно могу говорить, да, о том, как я к этому отношусь, но на самом деле, конечно, оно оказывает на меня влияние. Или эгоизм, или амбициозность, например. Смотри, какие интересные программы. Их огромное количество. Ну, наверное, штук сто, как минимум. Но это программы. Элементарная программа. И сегодня я хочу поговорить с вами о первой программе. И в названии будет написано о жадности. У каждого человека присутствует жадность. У любого святого, не святого, святоши. Барыга он, не барыга, интеллектуал. Старый, молодой, кривой, косой, горбатый. Я вспоминаю, я когда-то работал, занимался обувью. Давным-давно у нас работал полный даун. На работе, в цеху. И вот он, невзирая на то, что он был как какое-то креативное дерево, весь такой, блядь. Но зарплату свою мог посчитать с точностью до миллиметра. Знал все, сколько он заработал. То есть вот это вот денег хотел безумно, думается, да. Он какой-то был вообще как упырь, блядь. Понятно, что ни одна нормальная девушка бы с ним... Да, деньги для чего-то нужны. Но вот ему нужны были деньги. Он жадный был. Он хотел денег. И катастрофа какая-то. Так вот, в моих тренингах всегда присутствовала фраза, что не сочетается... То есть сочетается понятие «мало» и понятие «деньги». Жадность. Блядь, человеку все надо. У него есть одна квартира, почему-то ему нужна другая. Ему... У него есть одна любовница, ему нужно еще три. У него есть один фотоаппарат, ему нужно еще шесть. У него есть один телевизор, ему нужно еще два. И так далее, и так далее. Он не может остановиться. И это шоу нормальных, что у политиков, что у блатных. Одно и то же. Иной раз, да, простой человек, как он думает, задается вопросом. Чего ему столько домов надо? А я задаюсь вопросом. А чего тебе столько комнат надо? Или зачем тебе машина нужна? Или две машины тебе нужны? Для чего? Это же патология, это же ненормально. И человек в глубине души понимает, что он жадный. И, блядь, абсолютно непонятно, почему он жадный. Он даже сам не понимает, зачем ему это надо. Он покупает, покупает, он что-то делает, он что-то зарабатывает. Непонятно, зачем он зарабатывает, да? Ну, уже потом ему врачи ставят, значит, диагноз, что у вас, в общем, неизлечимое заболевание, но вы перед этим должны вам, нам заплатить денег, потому что там в белых халатах это такие же уроды, которые тоже жадные, кругом жадные. А после этого родственники идут, ну, родственники сами по себе жадные, они же делят это все наследство, они идут к этим, которые делают гробы, которые на кладбище там тоже жадные, они все... И вот эта вот прокачка вот этой жадности идет целиком на планете. В любом случае, да, жадность присутствует во всем. Просто тупо жадность. Вы у кошки видели жадность? Ну, кошка поела и спит. Или лазит где-то, да, или умывается. А человеку всю дорогу надо. Будет, сука, бегать, блядь, зарабатывать эти деньги из последних сил, блядь. Будет стирать подметки, но зарабатывать деньги, будет мокнуть под дождем, будет изнывать, будет все что угодно, очко подставит, но будет зарабатывать деньги. Жадность. Мне очень понравилась фраза физкицента. Разбогатею или умри. Вот так вот. Капитализм с волчьим лицом. Вот он развил очень хорошо, да, это понятие жадности. Безмерная жадность. Все хотят денег. Непонятно, зачем хотят. Хотят, хотят, потом умирают. Что дальше происходит? Все то же самое. Рождается. И опять все то же самое. Я не знаю, что там получают инопланетяне с нас. Энергию они получают. Не знаю, что они получают. Я не хочу говорить о том, чего я не знаю. Масса конспирологическая есть всевозможной трахамудии по поводу того, что с нас получают тут. Однако, то, что человек – это в определенном смысле какое-то просто-напросто управляемое существо, да, сегодня мы поговорили только о жадности. А там столько всего. То есть кругом существует только одно – получение средств материальных, да? Причем это все происходит через нарушение законов имена Божьих. А кто богатый? Богатый только. Кем может быть богатый? Вот вы видите, вы знаете богатых людей, правда, да? Каждый из вас, кто смотрит мое видео, знает богатых людей. Что о них можно сказать? Мне даже страшно подумать сейчас, что вы подумали. Если взять любого богатого человека. Она циничная тварь, блядь, этот богатый человек. Все, что он заработал, он заработал только… Я не знаю, своими руками никто не зарабатывает. Работяги строят дворцы, да, создают какие-то материальные ценности. Вы видели хоть одного богатого работягу? И закончить я хочу фразой, которая существует у меня под номером 27. Она написана в Упанишадах. Я ее очень люблю, и я процитирую вас на косты. Человек – это не что иное, как создание своей собственной воли. То есть, если вы построили замок на песке, и вы хотите вот тут что-то иметь на этой, блядь, планете, то, ну, это ваше дело. Человек – это не что иное, как сознание собственной воли. И в соответствии, как он живет и во что верит, таким он и будет в следующей жизни. В следующей жизни. Я не хочу в следующей жизни. А меня не интересует. Но теоретически. Следуя добру и знаниям, человек добьется счастья и свободы. Ну, как можно следовать добру и знаниям вообще вот в социуме? Ну, каждому, кто встал на путь, понятны мои слова, что это практически невозможно. Усвоив же циничные законы. Ну, что такое циничные законы? Ну, циничные законы – это вот Тиньков, например. Это цинично, понимаете, да? Что делает Тиньков? Тиньков ебет электорат. Ебет своих, тех, кто занимает у него деньги. Люди слабые, да, они же жадные. Он понимает это. Вот он дает им займы и цинично их потом жухает. Причем жухает по таким процентам, что мама не горюй. Усвоив же циничные законы, превратится в грязное животное. Однозначно. На этом все. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок throw. Субтитры сделал DimaTorzok